привет 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 просто вот включила прямой эфир пока еду буду ехать медленно здесь такая трасса можно ехать медленно никому не мешать если кому-то надо тот обгонит вот и включила прямой эфир не знаю есть ли сейчас люди которые могли бы подключиться но вроде есть вроде есть на улице прекрасная погода светит солнце и идет снег прям вот все для того чтобы закаливаться ходить босиком как я это люблю привет привет всем привет сейчас еще кто-нибудь подключиться к нам меня вот видите получаются такие прямые эфиры которые экспромтом у меня получаются так чтобы вот подготовиться к прямому эфиру и выйти чё-то никак у меня не складывается только экспромт это говорит о том что я человек настроения привет смотрите едет мужик в автобусе едет мужик в автобусе и думает про себя какой кошмар какой ужас босс кретин жена стерва дети неблагодарные эгоисты а сзади за за плечами ангел-хранитель они обычно находятся вот где-то вот чуть-чуть позади там за плечами сидит ангел-хранитель и методично все записывает в блокнот так босс кретин жена стерва дети неблагодарные эгоисты господи зачем ему все это все же это уже было думает про себя ангел-хранитель но записывает в блокнот понимаете да что я хочу сказать то есть нам всегда нам всегда с вами нужно следить за своими мыслями как мы вообще думаем что вот наш этот внутренний бесконечный диалог который у нас в голове происходит и вот эти вот наши мысли какие они что мы думаем каждую минуту когда вот моем посуду когда мы едем за рулем молча что у нас там в голове творится что мы думаем потому что действительно же все мысли наше материальное все что мы думаем и все растет то именно то о чем эти мысли я думаю так согласны всем привет 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 вот такую притчу вам рассказала не знаю притча это ли ну в общем сути я думаю что понятно я хотела еще вам сказать что напомнить что мой блог и мой аккаунт который я сейчас веду активно его им занимаюсь он про полезные привычки про привычки которые человек может себе привить любом возрасте вообще в абсолютно любом возрасте и вследствие этих полезных привычек у человека изменится мышление поменяется вот это парадигма как будто бы знаете перещелкнется до вследствие чего конечно же возрастет качество жизни почему так происходит потому что когда ты мыслишь позитивно в позитивном ключе ты каждый день настроен это не говорит о том что ты должен как идиот все время смеяться да нет это говорит о том что ты имеешь способность в себе натренировываешь себе способность из всех негативных ситуаций которые с тобой происходят выходить очень быстро и с наименьшими для себя потерями если ты этому научаешься то соответственно вокруг тебя все меняется от тебя отвалится вот эти вот токсичные люди от тебя отвалится вот эти вампиры нытики хнытики у тебя действительно радикально поменяется окружение и естественно твой твое качество жизни изменится в лучшую сторону потому что все все постепенно станет улучшаться и люди и поступки и действие твои события и вся информация которая тебе будет приходить она уже будет приходить со знаком плюс вот и покуда покуда мой блог вот я его так придумала я и я так хочу и думаю что это моя такая миссия после 15 лет жестчайшего бизнеса в россии моя такая миссия все-таки учиться самой процесс учебы он пожизненный мы всегда должны с вами учиться как нам завещал дедушка ленин жизнь потому что мы сами кузнецы мы сами кузнецы своей жизни и покуда вот это моя миссия я ее воплощаю сейчас в своем аккаунте я приняла такое решение что я никогда не буду отвечать на негативные отзывы я больше не буду никого посылать в эротическое путешествие если только с любовью буду посылать в эротическое путешествие прям уж совсем каких-нибудь негодников вот но реагировать и как-то болезненно или знаете обижаться или вот опускать руки я точно не буду я точно не буду я буду стараться делать то что и предлагаю вам просто отказываться от общения с этими токсичными людьми вот соответственно соответственно что я сейчас хочу сказать я сейчас хочу вам сказать что я наконец-то дописала видео версию своего гайда который называется апгрейд своей жизни в котором я это видео это не не читать это именно смотреть я в главной роли я в главной роли все свои 12 привычек полезных которых я для себя вот утвердила и я уверена что они помогают в жизни и они мне помогают и они вам помогают потому что я читаю ваши отзывы и очень много благодарности я действительно примут сама воодушевлена тем что я сделала люди которые применяют эти полезные привычки они действительно ощущают улучшение своей жизни и я в своем видео гайде все привычки все 12 привычек показываю рассказываю я в главной роли я в красивые атмосферные обстановки шикарные видосы получились просто на прям на уровне на высоком уровне я естественно этот видео гайд буду продавать потому что я над ним трудилась больше знаете наверно больше мне кажется больше трех месяцев я сначала естественно его написала написала сама честно вообще вот клянусь что у меня всегда была способность к письму я всегда изложение хорошо писала сочинение хорошо писала это моя как бы такая фишечка да вот и я как бы свой опыт вложила в это письмо я написала и потом я пришла такая идея что мы сделаем видео версию вот этого вот этого гайда апгрейд апгрейд твоей жизни я сегодня выложу видеоролик рекламный вот если кому-то это действительно откликается вот в душе хочется изменить свою жизнь понять вообще какие привычки могут повлиять на улучшение жизни если у кого-то сейчас вот какая-то хандра депрессия какие-то плохие мысли какой-то тупик жизненный то я думаю что если вы посмотрите эту видео версию апгрейда и начнете самое главное начнете это повторять начнете этим заниматься и начнете каждый день каждый день метани методично это повторять я знаете даже хочу вам сказать что не надо анализировать не надо многие вещи анализировать надо в некоторых случаях просто вот одевать кроссовки и идти на проходку не надо анализировать нужно просто вот брать и делать садиться медитировать и медитировать успокаивать свой внутренний диалог на заставить его замолчать и если вы начинаете эти полезные привычки применять то вы гарантированно постепенно выходите на прекраснейший уровень своей жизни поменяется поменяется все вплоть до того что вы может быть встретите любимого человека вы там не знаю женитесь выйдете замуж родите или наоборот разведетесь и найдете вообще другой свой путь как помните фильме ешь люби молись вот хочу вас почитать что вы мне пишите но я не могу я просто за рулем сейчас еду в подружку хочу там кое-что купить для дома для себя проведу прямой эфир обязательно на днях сегодня или завтра про касторовое масло потому что очень много вопросов про эффективность касторки я прочитала некоторые негативные отзывы мне написали что калачевы там сказали что касторка вредна нам вымывает микрофлору какие-то полезные бактерии вот я конечно же проговорю проговорю опровержение этой информации естественно не просто так что я поболтаю а я приведу доводы медицинские доводы приведу я расскажу почему касторовое масло действительно полезно приведу вам отзывы людей которые уже попробовали на себе это касторовое масло какой вообще супер очистительный эффект она имеет и сейчас мои птички я тут просто должна проехать сейчас остановлюсь почитаю если у вас есть какие-то вопросы напишите я сейчас просто подъеду остановлюсь и отвечу на вопросы если есть я в подмосковье спасибо я в подмосковье погода у нас такая почти весенние почему-то знаете нигде не чистит снег у нас тоже такие завалы снежные всегда всегда вспоминаю сашу редькина с большой благодарностью потому что когда вот познакомилась с ним ну конечно по интернет по интернет сети очень много от него узнала интересного кстати вот про касторку он тоже очень много пишет и очень много писал к сожалению он уже ушел от нас его нет вот но он очень много писал про касторку и тоже у него были очень положительные отзывы сейчас друзья мои парку и с вами почитаю так так привет привет всем привет всем привет всем привет снимай очки так главное главное не переборщить главное не переборщить это я про плохие отзывы да все должно быть ему в норме но вообще в норме все должно быть у всего должны быть какие-то правильные границы всегда вообще у меня вообще такой знаете принцип правильной дозированности вообще во всем я дружу дозировано общаюсь дозировано работаю дозировано да это же работа это ваша энергия должен быть обмен энергиями да я очень не подпитываюсь я очень подпитываюсь вашими отзывами очень подпитываюсь вашими деньгами в хорошем смысле слова потому что я понимаю что если я что-то делаю и вам это нравится то я еще больше хочу это делать я хочу еще больше полезного делать и меня как-то знаете вообще меня как-то вообще вот эти съемки низкой низкой интеллектуальных рилсов вообще не воодушевляют мне кажется человек должен делать что-то полезное не просто какие-то такие знаете глупые не очень умные рился мне кажется люди вот перебарщивают с этим делом очень сильно я счастлива что вы у меня есть я тоже счастлива спасибо вот видите мы с вами мы с вами счастливы эта энергия да мы с вами меняемся обмениваемся энергии дорогие мои добрый день из саратова привет саратов была в саратове очень мне понравился ваш врач вот кто спрашивал про дантиста еще раз вам могу сказать у вас есть клиника в саратове просто чудная проспект энтузиастов дом 3 там главный главный врач штунь штунь главный врач вот я у него делала зубы просто вообще восхитительный человек настолько душевный настолько проницательный настолько вот знаете у него прям такая энергетика теплая живая душевная прям вот и при при всем при этом он еще просто превосходный специалист и при всем при этом еще там такие достаточно демократичные цены по сравнению с москвой потому что в москве конечно очень все дорого москва это вообще к знаете как отдельные отдельная страна в стране какая вы красивая спасибо слушайте вот если честно я себе не кажусь красивой потому что айфон меня вот реально портит мне кажется что вот я сейчас кстати без маски и мне вот не очень нравится съемка в айфоне марина по моему здесь мире нипчик наш привет марин мне тебя я по тебе скучаю очень по тебе особенно жду когда ты хоть когда-нибудь приедешь в москву и мы с тобой встретимся вы очень мудрая спасибо ну я мудрая стала просто потому что я стала старше с годами же все приходит знаете вот хорошо был бы родиться до прожить там лет 15-20 и к 20 годам уже быть мудрый до чтобы делать не делать уже вот ошибок не делать каких-то особенно каких-то поступков которые невозможно уже исправить невозможно жду сына сына жду все спрашивают про сына жду сына 22 23 марта буду уже на знать информацию приедет он не приедет насколько он приедет в общем если он разрешит с ним показываться я очень бы хотела бы конечно я очень много ему не додала в жизни можно сказать что ему вообще ничего не дала потому что я занималась у меня сначала то была любовь потом у меня был бизнес который я просто утонула вот и конечно я сыну очень много всего не додала и если вот у меня получится сейчас каким-то образом найти с ним контакт и восполнить упущенное упущенное то я конечно бы это хотела сделать 22 марта 22 23 если он рассказ захочет и будет со мной сниматься я только за вообще потому что он такой в папашу своего отец него хороший человек очень хороший человек всегда очень много читал просто прям вот такой чтец был и начитанный просто есть у него такие качества которые со мной не синхронизируются я не могу их выносить и поэтому я сделала ноги так и он в папу если он в папу в папу остался если он такой же энергичность такой же он болтливый если он с большим чувством юмора если он захочет со мной побывать в эфире там поболтать рассказать о себе я только буду рада вообще прям за что он не может быть вот он и вот вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...